Пандемия коронавируса. Самая актуальная на 12 апреля 2020 года. По данным Всемирной Организации Здравоохранения на 12 апреля 2020 года, число зараженных коронавирусной инфекцией в России составляет 15 770 человек. Число умерших возросло, на сегодняшний день составляет 130 человек, выздоровело 1291 человек. Вечером в субботу власти Москвы и Подмосковья опубликовали детали о том, как в регионах будет работать режим пропусков. Для пеших прогулок они пока не понадобятся, а для передвижения на любом другом виде транспорта и для похода на работу, да, пропуск можно будет получить, заполнив форму на порталах госуслуг, позвонив по телефону или отправив смс. Пропуск также понадобится для того, чтобы воспользоваться такси. Его наличие у пассажира будут проверять водители такси, начиная с 15 апреля. В Москве умерли еще 14 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. У всех были сопутствующие заболевания, возраст пациентов варьировался от 52 до 82 лет. За все время в столице умерли 72 инфицированных. Ситуация в других странах. Израиль временно приостановил рейсы из других стран после того, как ранее прибывшие из Нью-Йорка пассажиры не прошли медицинскую проверку в аэропорту. Рейсы возобновят после того, как их поместят в карантин. Больше всего смертей от коронавируса теперь зафиксированы в США. С учетом новых данных за субботу, в этой стране умерло больше людей, чем в Италии. За прошедшие сутки в Китае коронавирус выявили у 99 человек. Почти все они прибыли из-за границы. США впервые в истории ввели режим масштабного бедствия во всей стране. Последним из 50 штатов режим ввели в Вайоминге. Государственная Дума Российской Федерации приняла в третьем чтении законопроект об административных штрафах за нарушение карантина и распространение фейковых новостей об эпидемии. Поправки, предусматривающие ответственность за нарушение режима карантина и других санитарно-эпидемиологических правил, совершенные в период режима ЧАЭС или при возникновении угрозы распространения заболевания, внесены в КААП. Как сообщает пресс-служба Нижней Палаты Парламента, за нарушение карантина штраф для граждан составит от 15 тысяч до 40 тысяч рублей. Для должностных лиц, а также тех, кто осуществляет предпринимательскую деятельность без юрлица, наказание предусмотрено в размере от 50 до 150 тысяч рублей, последним может также грозить приостановление деятельности на срок до 90 суток. Для юридических лиц штраф составит от 200 до 500 тысяч рублей. В том случае, если нарушение повлекло за собой причинение вреда здоровью или смерть человека, штрафы увеличиваются. Для граждан, от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц, от 300 до 500 тысяч рублей, также возможна дисквалификация от 1 года до 3 лет. Для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Для юрлица предусмотрен штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Кроме того, за распространение в интернете или СМИ фейковых новостей об эпидемии юридические лица заплатят от 1,5 до 3 миллионов рублей. В том случае, если публикация фейка привела к смерти человека или массовым нарушениям общественного порядка, то штрафы составят уже от 3 до 5 миллионов рублей. Также предусмотрены наказания за нарушения, которые мешают функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры. Для граждан, от 300 до 400 тысяч рублей, для должностных лиц, от 600 до 900 тысяч рублей, для юридических лиц, от 5 до 10 миллионов рублей. Субтитры создавал DimaTorzok